Баттль уже не будет. Не, не будет. Все, финиш с тиктоком. Не передаю приветы. Приветы. На кошки-мурки передаю. Семену тоже передаю привет. И поцелуйчики. И обнимашки. Надо ранку завысовывать. Кто к вашим баттлам? Вы ископередали Алене, да? Что ее надо выйти, перезагрузить. Лева? Да, Леве похуй. Лева спит. Лева охуял. Не греет меня. Никто меня не греет. Мурчит в ответ. Хотите легкий вопрос по истории России? Очень хочу. Задавайте. Спать? Нет, я не спать. Но я хочу. Скоро пойду. Русский военный корабль присоединился. Полуостров такой. А потом он пошел нахуй. Не слышали? Привет, привет. Нет? Как так? Весь мир слышал, а вы нет. Полуостров такой был. Она не может вытащить. В смысле? Она не может вытащить. Сашуль, привет. Зачем втаскивать, когда ты не можешь вытаскивать? Правильный ответ Крым. Крым? Да нет, неправильный ответ. Следующий вопрос будет? У меня губа это прокусила себе. Бригаду. Пояснительную. Чего разгадываете? Привет всем. Да разгадываем хуйню всякую. До утра бы у меня ибо сняли бы здесь. Блядь, ну я себе. Еще раз, раз, два, три. Я заболела, мне кажется. Возможно. Спасибо, чувак, спасибо. Буду. Буду. Подождите, я конверт включу. Мама на весельном уровне. Сердак пошли их натики и насподевания. Я заболела. Я не больше обожаюся. У всей матьки и русской партии. Ей приходит малышню. И сходила на таких живых университетов. Не надо болеть. Да не. Думала, вау, какой мальчик. Могу быть мальчиком. Как называется Бахмут сейчас? Артемовск. Спасибо, всем спасибо. Да я не выздоравливала, блядь, на самом деле. Я уже жду, когда выздоровею. Наверное, это случится в Киеве. Иду в другом месте. Что там мы играем дальше? Что там, Алена? Кто-то что-то доложит мне какую-то обстановочку, например. Привет, всем привет. Привет, всем привет. Если вы ей, на меня не подписывайтесь. Я девочка. В жопу не даю. Спасибо. Алена не может вытащить сим-карту. А что она в этой жизни может? Кто-то может мне объяснить? Как ты? Нормально пойдет. Сашуля смеется. Везде с натуре. Они меня с мальчиком путают. Он говорит, какой мальчик? Вы бы написали, какой красивый. А то какой, какой. Какой, какой. Говняный? Она уже сделала. Заебись. А у кого сколько время? Напишите, пожалуйста. Опа, черрики-котанья. Всем спасибо за лайки. Пошел назрём тикток. Назрём. Два шестнадцать, два три шестнадцать. Сейчас шестнадцать. О, сейчас шестнадцать. Это, конечно, да. Два шестнадцать. Идёмте фильм смотреть. Идёмте фильм смотреть. Я хочу фильм смотреть. Соси. Да я не люблю сосать. Вы шо? Не удивится. Это ж противно. В Бразилии двадцать пять девяносто. Ха. Ёпта. Ты сама живёшь? Нет? Не сама. Папги. Ужастик. Да не, не ужастик. Ужастик потом. У нас есть маленькая девочка. Капец, вы такая красивая. Спасибо большое. Я в таком сейчас, в этом состоянии. Вы мне пишите красивая. Боюсь, Виктория в таком настроении. Ты что, Сашульчик? Меня бояться не надо. Мне надо любить в любом настроении и состоянии. Всегда красивая. Спасибо. Даже такая. Я вот это думаю. Может мне вот это вот жарко из-за того, что может температура, надо померить? Потому что кондиционер работает-то всё это время. Маринка, от души, когда с Америки везешь. Скоро. Как только так, сразу вам всё расскажу. Привет, привет. Всем привет. Какое себе число? Блядь, мне до первого числа надо. Так я люблю и боюсь, так можно. Ну, только если осторожно. Абсолютно всегда красивая. И везде. Угу. Таня. Мне бы похудеть, тогда я буду красивая. И подстричься. Знаете, 50 на 50. Я хочу стричься, нет. Подсчёт того, что меня раздражает. Я понимаю, что будет, блядь, минимум через месяца три. Будешь говяжьи яички. Это не. Яички, в принципе, не переварю. Иногда на завтрак делаю себе, потому что лень и всё остальное. И всегда знаю, что означает. Нет, расскажи. Жаль, что ты уезжаешь из Америки. Почему? Совершенно не жаль. Не хочу здесь быть. Не моя страна. Я была здесь два года. За два года я поняла, что это не моя страна. Совсем абсолютно. С работами, с налогами, с медициной. Совсем абсолютно. С людьми. Не говорю, что Украина моя страна. Я не знаю, где мне будет хорошо. Желание уехать на остров. Снимать себе виллу, домик. Кстати, на Бали есть виллы. Они очень дешёвые. За 500-700 баксов можно снимать охуенное виллу. Вот. И всё там прикольно. Всегда это в любом виде, в любом настроении, в любом состоянии. Спасибо. Надо возвращать статус лучшего журналиста. Сашультик, не, в журналистику не пойду. Я напишу и скажу, что я могу, если они согласятся, платить мне за выезд деньги. Я буду выезжать, я это люблю. Но не ходить в офис. Я сейчас не хочу. Тем более на 1 плюс 1. Они сейчас на 1 плюс 1 переехали. А я не хочу. Я знаю, чей это канал. Кто там, что там. Нет. Соглашусь только за выезд. Я думаю, они согласятся. Думаю, я им понадоблюсь. Не думаю, я уверена. Просто я вот думаю, сколько вы их сделаете? По бабкам. Почему нет? Я не знаю ещё. Почему ты задаёшь такой вопрос? Почему ты задаёшь такой вопрос? Я просто думаю, что... Пиздец какая сложная будет. А вдруг нахуй нервы там себе потрепаю. то это мало. Тоже надо понимать. Конечно, так и будет. Будешь со мной, только со мной. Где бы мы ни были. Вот. Привет, привет. Я просто думаю, нет, сейчас в данном... Но в данном момент я хочу оказаться на острове. Если честно. Можно сделать себе визу и въебнуть на Бали. И на Шри-Ланку. Может, тик-тук это не Аленовна, а шо там. Ты спелкуйся с кем из проекта, пацанок? Со всех сезонов? Или с одного? С моего сезона я общаюсь. Ну, как общаюсь? Я батлюсь с Юлей Чегринец. С Катей Большаковой иногда переписывались. Вот. Но мы дружили раньше, но мы завязались с дружбой. Не наши это. Вот. Я думала в Грузии. Может, и в Грузии кто знает. Хм. Да не. Среди этих шпандиков грузинов я бы не хотела бы, наверное, жить. Хотя хула знает, вдруг понравится. Дальше. Шо там? Что-то надолго пытается. А она в эфире или нет? Томочка, привет. В Грузии мы сначала влез. Сто процентов. Хм. Хм. Вот. И это... Поэтому я думаю насчет журналистики. Ну, они, наверное, хзы. Типа, задача журналиста прозванивать истории. Находить истории. Уговаривать героев. Сначала предварительно по телефону. Чтобы они тебя ждали. Чтобы они познакомились с тобой. Типа, я этим не люблю заниматься. Понимаете? Типа, я всегда это на кого-то другого. Ну, там девочкам-журналисткам отдавала. Которые в группе со мной были. И я тоже прозванивала, если прям нужно было уговорить кого-то. Там, пиздец, я помню, ее бабу уговаривала. Ёпт, твою мать, сука. Наверное, дня два. Вот. Я не люблю, короче, это. Я люблю выезжать в командировку. Вот. И то очень важно, кто с тобой в командировку едет. Понимаете, какой водитель, какая девочка-журналистка. Потому что я только ездила только с одной. Больше ни с кем не ездила. Мне только... Ну, это редактор. Она была не журналистка. Она была редактором. То я только с ней ездила. Поэтому я не знаю, чем я хочу в Украине заниматься. Я попробую в блогерстве себя. Вот. Если мое, то оно пойдет. Попробую, возможно, еще чуть-чуть в актерском себя. Тоже. Вот. Так по знакомым пройдусь. Вот. Повстречаюсь с кем-то. Может, где-то что-то буду слышать. Ты не хочешь на новый канал пойти в те же редактора? Нет. Нет. Вы путаете. Я журналист социальных проектов. Журналист, который расследует убийство. Я не знаю, здесь может такое вред. Нет. Вот. Насилование и т.д. и т.п. и пятое-десятое. Журналисты на новом канале. Они ищут героев для развлекательных программ. И общаются с ними, условно говоря, даже если на СТБ супермама программа. Но я бы не хотела бы туда идти. Хотя я могу туда тоже пойти. А там две или три девочки работают. Вот. И им нужны журналисты. И я не выебаюсь и просто говорю правду. Я не знаю, как я работаю. Но я не пойду. Потому что, ну, это развлекательное, типа, это прикольное все. Но это не для меня. Я же говорю, мне нравилось расследовать. Это же, блядь, это что-то связанное. Это и криминал. И я вообще хотела, на самом деле, быть адвокатом. Елла. Вот. Мне предлагали поступить в Украине. Ну, это уже когда я... Я не помню, где жила. Ну, не в Украине. Вот. Ну, что-то я как-то это все тянула, тянула. Не знаю. Вот. Потому что я люблю это. Я обожаю. Обожаю суды. Обожаю... Все, что с этим связано. Расследования обожаю. Обожаю мудаков и водить на чистую правду. А потом их садить в тюрьму. Это мое самое любимое дело было. Ну, вот. Это да. Но так не может быть. Мне должен быть один. Боже, 32 человека. Почему, когда я нахуй в таком настроении, вы сидите меня слушаете, а я аж дохуя вас. А когда я радуюсь, то никого из вас нет. Дальше. Вопросы какие были? Ответила уже. Ответила. Кто такая Вика Патришина? Объясните мне, пожалуйста. Оль, зачем ты идешься на каких-то малолеток непонятных? В самом деле. Да, это я знаю. 100 клиентов. Короче. И че? Мне скучно. Поняла. Развлекайся тогда. Вот. Вот. Поэтому... Поэтому что? Не знаю насчет журналистики. Там мало платят, ребят. Но реально для меня это очень мало. Олечка, спасибо. Но реально мало. Я напишу и спрошу, какие зарплаты сейчас у них, какую зарплату они мне могут предложить. Насколько сильно им нужен человек. Ну, это все можно обсудить, поговорить. Но это такое... Ну, это реально очень мало. И я просто, если совмещать, я раньше совмещала журналистику и TikTok. Я, типа, ходила на работу, вечером приходила в эфир и сидела до 4 утра. И потом пиздячила опять на работу. Вот. И еще параллельно кое-чем занималась. Типа, я могу быть многозадачной. Я могу и пашить туда, 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 туда. Уже сейчас у меня какое-то такое состояние, нестояние. Оно меня уже очень сильно загибало. Я хочу, блядь, двигаться. Я хочу что-то делать. Делать бабки, делать ветер. А я лежу-пержу, блядь, понимаешь, на кровати. С Владом Гавенко общаешься? Мы знакомы с Владом Гавенко. Ни больше, ни меньше. Мы не переписываемся. Мы можем созвониться. Но обычно это по какому-то вопросу. Вот. И типа... Словом говоря, там работа с 10 до 7. В журналистике. По-моему, с 10, да. Всегда по-разному. С 11 из 10. Вот так. Если есть долги, то вообще раньше просят прийти. Вот. До 7 вечера. И типа даже если домой час буду добираться, потому что пробки, вся хуйня, то считай в 9 я буду только в эфир выходить. А, ну в принципе, как я и сейчас выхожу. В 9 я буду в эфир выходить. Ебашиться с кем-то в эфире. Баттлы на желание. Это прикольная тема. Можно попробовать. В принципе, кстати. Да, пойти в команду, в которой я уже работала, которую я люблю. Там, правда, очень много новеньких. Там большое штатство. Вот. То, короче, надо подумать, ребята. Надо подумать, надо подумать. Очень быстро выгореть можно так с таким графиком. Ну, во-первых, я молодая. Во-вторых, если я свое эмоциональное состояние приду в порядок, то я не выгорю. Я могу делать еще что-то. Вот. Как и делала. Я успевала отдыхать, путешествовать, работать в журналистике, заниматься тик-током, заниматься инстаграмом. Не, не гонита, накручиваешь себя. Заниматься инстаграмом. Очаровательное. Спасибо большое. И ходить гулять, я уже говорила. Я это все успевала. Надолго в Украину. Уличка, откуда я знала. Не знаю. Посмотрим, как пойдет. Как же карта ляжет, как в жизни получится. Вот. Так, не знаю. Посмотрим. Еще вопросы, ребята, задавайте в чат. Море пиво или море пиво? Пиво море. И море у пива, и пиво у моря. И девчонку красивую. И все. Море Рома. Оливье или крабовые палочки? Крабовые палочки. Крабовые палочки. Вы знаете, на самом деле, я тебя, я здесь в Америке, типа, очень много чего перестала кушать, на самом деле. И, типа, здесь я ела оливье и оливье, типа, я люблю. Но здесь оно приготовлено у нас с ужасных продуктов. Потому что здесь реально ужасные овощи, фрукты. Ну, фрукты еще плюс-минус окей. Но овощи, типа, говно отстой. Вот. Короче, как мне в Украине, типа, есть салаты. И как я вообще к этому приду, буду ли я или нет. Я вообще, на самом деле, мне нужно ПП. Вот. Это то, чем я займусь сто процентов. По приезду в Украину. Вот. Хотя я так это не люблю. Вот. И я Алену попросила... Ну, и она знает, что мне надо к врачам сходить. Вот. И я ее попросила после врачей меня кормить только ПП, блядь. Не этот меня. Перед моим... Перед моими глазами никаких котлет, блядь. Никаких сардельок с сыром. Сарделька с сыром выберу. Вот. Она сказала, что буду сама себя готовить. А сама себя готовить не буду. Заебалась сама себя готовить. Оля, блин, я сейчас захочу кушать. Картошечка пюре с сарделькой. А это вкусно. Вот. Но мяса точно нет. Скорее всего. Типа мяса я вряд ли вернусь уже. Типа... Прям есть только сколько я его ела. Я думаю, что надо переходить на рыбу. Что-то ваша знакомая дозвонилась. Куда дозвонилась? Пюре, ежики, шашлык. Пойду покушать, что ли? Сходи. Вот. Что еще вам рассказать? Задавайте вопросы. Что... Там был вопрос от девочки. Опа, чертика, Тони. Сидим, не двигаемся. Что такое мотовое? Катерина задала питание. Мотивирует меня? Мое будущее. Мысли о моем будущем. Вот. Пока так. Которая в больнице была. Дозвонили. Жива, здорово, век, надолго в Украину. Понятия не имею, ребят. Как карта для тех, которые вы умеете водить машину? Нет. Конечно, умею. Мне кажется, я все умею делать. Что связано с тем, что мне нравится. Я очень люблю экстрим. Я очень люблю машины. Я очень люблю мотоциклы. Я очень люблю байки. Я все люблю. Я в Турцию поехала. Я не умела водить, блядь. Я села за руль, нахуй, и мы поехали. Нахуй по Турции, по трассе, блядь. Ночь. Было очень стрёмно. Ну, мы поехали. Вот. Я с сестрой ездила. На фонтан ее возила. Вот. Машину я тоже очень быстро научилась водить. Очень быстро. Даже не помню, когда я первый раз за руль села. Ну, то, что я брала мамину машину и баловалась. Это было. Вот. Наверное, с того момента. Пока она не видела. Пока она не знала. Я тоже сестра была. Вот. Обожаю все это. Чем увлекаешься тип хобби? У меня нет хобби, ребят, на самом деле. Не знаю. Я люблю спорт. Я бы с удовольствием ходила бы на какой-то вид спорта в свободное время. В футбол, наверное. В футбол, наверное. В футбол бы ходила чисто для себя. Если не складывается у меня с футболом на профессиональном уровне здесь и до этого, и что как. Ну, блять. Типа именно по бабкам поняли, чтоб зарплату платили. Вот нахуй нам не надо. Так чисто для себя можно играть. В бокс может быть даже какой-то. В футбол, баскетбол. Вот. Коты или собаки? Я люблю собак больше. Это правда. Ну, да Лея. Я Лея увидела. Леечку тоже полюбила. Викуша, спасибо большое. Вот. Спасибо большое за подарочки. Вот. Спорт или бургеры? В данный момент бургеры. А вообще, я очень хочу, я уже говорила. Спортом. Говорят, экстремальные виды спорта – самая сильная наркота. Сто процентов такие есть. Слушайте, вы когда занимаетесь спортом, вы вообще ничего не хотите. Потом ни курить, ни пить, ни хуя вам не хотите делать. У вас такое расслабление, такое спокойствие. Особенно, когда, типа, вы хорошо выглядите, когда занимаетесь спортом. Вот. И, типа, ты смотришь на себя, и ты нравишься себе. И это прибавляет тебе уверенности во всем абсолютно. Да и чувствуешь ты лучше. И сексом охуенно заниматься, когда ты спортом занимаешься. Типа, выносливости больше. Ну, намного больше. Как будто бы второе дыхание открывается. Вот. Да и по-другому себя чувствуешь. И по состоянию здоровья тоже это полезно. Да, фами сильно даю, да. Танцевать или петь? Петь. Что с тобой, золото? Ничего, с ним все хорошо. Общаюсь с Мивиной? Нет, нет, не общаюсь с Мивиной. В Нидерланды не хочешь вернуться? Ни в коем случае. Вы что, нет. Мои родители, моя мама находится в Германии. Папа находится в Польше. Мама находится в Германии не так давно. Вот. Она поехала туда к родственникам. Мы ее просили уехать, выехать из Украины, из Киева. Поехать туда хотя бы на какое-то время. Но она вечно домой хочет. Вот. Я ей говорю пока сидеть там. Пускай занимается. Она там чем-то занимается, пускай занимается. Я не грустная, я спокойная. Пытаюсь успокоиться. Поэтому задавайте свои вопросы. Так, ребята, если я чей-то вопрос пропустила, I'm so sorry. Повторите, пожалуйста, еще раз его. А почему Нидерланда не понравилась? Нидерланда? Мне не нравится погода. Я не люблю, когда постоянно дожди идут. Поняли? Типа я не люблю супер, когда солнечно постоянно. Но и не люблю, когда дожди идут. Типа я люблю какой-то баланс. Вот. А там дожди постоянно. Постоянно дожди. И зима там какая-то тоже такая непонятная. И лето супер непонятное. Я вообще не знаю. Я думала, в Майами это комфорт. Потому что я в Нью-Йорке жила год. Вот. И типа за год я поняла, что Нью-Йорк не для меня. Ну, мне не нравится. Я не хотела из дому выходить. Да, в принципе, наверное, это дело даже не в Нью-Йорке. Дело вообще, в принципе, в Америке. Я не хотела из дому выходить. Типа. У меня хуевое настроение постоянно было. Первый раз, когда приезжаешь в Нью-Йорк, так вау, 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 супер, супер, супер. Причем, что в Нью-Йорке меня все устраивало. И цены нормальные, работа хорошая есть. И этот, как он, и красивый. Вот. Но я всегда рвалась в Майами. Я в месяц два-три раза ездила в Майами. Каждый месяц. Ну, два, не три. Три, наверное, я загнула. Два раза в месяц ездила в Майами. Поэтому я переехала сюда, потому что меня в колледж пригласили. Вот. Ну, потом меня благополучно наебали. Теперь я уезжаю из Америки в целом. Я поняла, что где бы я ни жила, ни в Лос-Анджелес. Мне предлагали, может, ты переедешь, типа, просто в другой штат. Не будешь уезжать. Да нет. Просто это не моя страна. Ну, реально. Ты будешь помирать здесь, тебе, нахуй, помогут в самую последнюю очередь. Ну, точнее, не помогут. Ну, я имею в виду, что... Короче, у меня была такая ситуация. Я здесь попала в больницу. Я хуярила, короче, алкоголь каждый день. Вот. На протяжении где-то полугода. Вот. Каждый день я очень много пила. И, короче... А мне пить вообще нельзя, на самом деле. Это правда. По тем проблемам, которые я имею. Я из-за этого попала, типа, в больницу дважды... Трижды. Трижды. Я любила на скорой. Улетела. Приехала на хозгоспиталь. Рыгаю. Мне хуёво. Температура меня трусит. Мне пизда. Мне хуёво максимально. Всё болит. Живот болит. Всё пиздец. Нахуя. Опять улетела, блядь. И так было три дня. Но это не смешно на самом деле. Вот. И у меня была такая история, что в один из тех разов, когда я попадала в госпиталь, мне перепутали диагноз. Мне поставили ужасный диагноз. На самом деле, это болезнь вообще у старых людей. И они говорят, как у тебя такая болезнь может быть? Мы не понимаем. Ой. Мы не понимаем. Типа, ничего не этот... Надо на УЗИ хуя. Ну, всё, УЗИ делали. У меня проверяли всё. Всё, что можно только. Вот. Потому что, типа, ну не может быть такой диагноз. Короче. Называется это диагноз дивертикулит, ребята. Объяснили мне такую хуйню, что это, типа, еда попадает и гниёт в кишечнике. И, типа, это воспаление. И всё. И пиздец, короче, может быть. Вот. И они мне, чтобы вы понимали, выписали антибиотики, беспробиотик, выписали антибиотики. Я их пила неделю. Я только их закончила пить. Мне стало максимально хуёво. Я улетела на скорой. Не, мне надо было выходить на работу. Я просыпаюсь в 6 утра. Меня тошнит. У меня такое чувство, типа, странное было. Мне тошнит. А я не пила тогда. Я как раз тогда начала придерживаться диеты. Всё. Потому что с этим диагнозом тоже нужна диета. Вот. Я, типа, бросила пить на какое-то время. Пила антибиотики. Я просыпаюсь в 6 утра. Я понимаю, что мне плохо. А мне на работу, типа, скоро. В 10 или в 11. Вот. Я думаю, ладно, полежу. Сейчас я усну. Может быть, мне просто показалось. Я пью воду. У меня всегда рядом стоит вода. Я пью воду, короче. Я понимаю, что мне нихуя не показалось. У меня даже в истории есть этот... Как его? Потом состояние своё снимаю. Это был пиздец. Я понимаю, что всё мне пизда, мне хуёво. Я иду, короче, рыгаю. Я, наверное... Мне, наверное, никогда так плохо не было. Максимально. Чтобы я рыгала... Извиняюсь. Чтобы я столько рыгала. Чтобы меня так трясло, чтобы мне так плохо было. Это был пиздец, ребята. Вызывается скорая. Я уезжаю в госпиталь. Мне говорят, типа... А мы не видим у вас этой проблемы. Я говорю, в смысле? Но мы не видим у вас этого дивертикулита. Дивертикулит? Какой дивертикулит, блядь? Тай! Какой дивертикулит? Как назывался диагноз, который мне в хоспитале поставили? Дивертикулит? Дивертикулит? Дивертикулит. А, да. Дивертикулит. Да. Точно? Да. Успокойся. Успокойся. Я просто спросила. Вот. Дивертикулит. Потому что я уже путаюсь. Ну вот, короче. И чтобы вы себя понимали, ребяточки дорогие. Они мне говорят. А мы не видим, говорит, этой проблемы у вас. Я такая, в смысле? Ну все, нету. Мы смотрим на врача и вот так говорю. Вы что, ебнулись, блядь? В смысле вы не видите? Вы, типа, шутите сейчас или что? Ну нету вас. Кто вам сказал, что у вас дивертикулит? Я говорю, то вы же и сказали. Ваши же. А я в один и тот же госпиталь постоянно приезжала. Говорю, вы же и сказали, типа, что у меня дивертикулит. Они такие говорят. Мы не знаем. Мы не понимаем. И, короче, вот началось разводить. Короче. Скорее всего мне просто перепутали. Потом мне другие врачи сказали, что мне, скорее всего, перепутали диагноз. И меня лечили теми таблетками. А таблетки сильные. Были антибиотики. И, типа, мне стало только хуже от них. Я помирала, ребята, еще, наверное, недели полторы. Помирала, короче, недели полторы. У меня сразу же потом температура была. И она была... Мне ни одни таблетки не помогали. Вообще ни одни. Ни один сироп, ни одни таблетки. У меня... Да, я помню, я болела. У меня 39 температура была. Как раз из-за моей проблемы, оказывается, она была. Ну, не оказывается, а из-за этого. Хотя я думала, что я болею. Вот. Я прихожу... Я скоро уже не вызывала. Я прихожу, короче... В этот, как его... В больницу. Так... Блядь, help me, нахуй. Нихуёво. Они такие, опа, черрики-катони. Все положили. Что-то там взяли тест на ковид. Там туда и все дым. И въебали. Говорят, хочешь капельницу? Я говорю, нахуй, спрашивайте. Хочу, не хочу. Делайте, что хотите. Нихуёво. Помогите мне. Я тогда впервые просила помощи. Сейчас... Помощи. Я, чтобы вы себе понимали... Нахуй сделала еще... Тот момент. Ну, хорошо, не тот момент, а... Типа, диагноз, который у меня есть. Который мне поставили еще в Украине. И я потом уехала. Началась война. Амстердам. Тудым-сюдым. Короче, я так ничего... И не сделала. Амстердам. Нахуй, блять... Может... Разрешите мне жить мою жизнь нахуй? Делай то, что я хочу. Как я хочу. Когда я хочу. Если я захотела выйти в эфир, блять... Я захотела выйти в эфир. И захотела пообщаться с аудиторией. Я вообще, блять, вышла в эфир, чтобы помочь ей. посмотреть в шоке с чего с меня бывает такое человек такая это я мразь и чек мразь за меня плачет моя же сестра ужас если бы она попросила помощи помогла она не просила никакой помощи откуда я знаю что у него произошло все брать вообще кому-то всегда люди думают что кому-то что-то должна а с чего ты в шоке что случилось объяснить он добавься в мастивой да я в шоке с того что мы объясняем мишу скорее всего можете постучать по экрану нормально мне слышно сейчас так типа я сказала что и наверное за того что надо повести пару дней эфиры я что не вижу обиделась из-за того что ты вышла в эфир а я говорю что она вышла в эфир для того чтобы типа когда у тебя все получится чтобы тебя принять в батлы не слушает нас она обиделась и плачет все еще раз не знаю она говорит что у нее шедерплата какая-то не проходит надо сходить в банк разобраться и поэтому она не может обновить себе как возложить тикток и все не знаю я думаю что надо просто реально подождать чуть-чуть или тикток обновить потому что она не высунула сим-карту она высунула сим-карту она выключила боже режим самолета поставила сделала включила вай-фай и в пен я предложила три дня посидеть просто в гостевых типа посмотреть что будет может появится снова здрасте надо нахуй градусник температуру помереть ебануться давай давай где вас уже видела на шоу называется вектор олехина шутка на какой блок не тут не започит и я тебе тоже надо выпить чай не олечка куча я нормально себя чувствую с подписчиками общалась подписчикам истории рассказывала но это понимаю всем похуй а будем лепить расход шоу не знаете такое спросите мой модератор вам подскажет а не подскажет ее нет на эфире стучите по экрану пожалуйста скажи человеку что такое шоу виктория лихина шутка на улице к 100 процентов какие у вас вопросы еще имеются ко мне больше нигде не снимались то только в этом шоу еще шоу виктора лихина всем все должна и еще куча куча всяких шоу вообще знаменитая личность вы не знали по шоу хожу время года это никакое я сижу в эфире время года не знаю сказал я сижу в эфире все что-то не понятно что все раз на шоу на эти шоу я заебалась ходить катюша очень дело хотелось бы пойти на шоу будь сюда счастлива это никому ничего не нужно вот спасибо за лайки ребят я такого не говорила такая харизматичная яркого для тв створ она тоже так думаю этим и займемся в украине сколько у вас сейчас время и понятия не имею сколько время в украине и в пацанках снималась я договорила другие вещи что я хочу пойти на шоу быть всегда счастливой нет я не в украине в украине сейчас 0 0 0 или я такого не говорила я все вижу все знаю горела другие вещи хочу чтобы люди умели слышите слушать меня виктори вы снег или лед в данный момент лед может быть и снег кто его знает а снег со льдом можно ясно меня не слышат что делать если тебя не слышат ребят вода и лед у меня сейчас наверное часу шесть вечера пожалуйста постучите по экранчику максимально насколько это возможно алёша у тебя случилось уже ты не вызывай максим карту да и не получилось это мне же 15 айфон не надо выходить чтобы увидеть время нет спасибо всем кто ставит лайки а еще у меня есть мой телеграм-канал вот чат называется пятиминутка это называется хорошо сейчас когда следующий фильм думаю что можно организовать сегодня что многие позасыпают и тогда смысл просмотра фильма если мне никто не будет смотреть это как вам айфон 15 хотите ли 16 фон сказать я вообще к таким вещам отношусь очень легко и очень просто никогда не загнала не нанялась за брендами вещами никогда не нанялась за тем что никогда у меня такого не было нет ладно пишу меня был моменте короче девочка пригласила всех на день рождения говорит лакшери одеться лакшери вот заебись и я реально хотела в луи витоне купить себе эти как их лоферы вот я люблю лоферы у меня были лоферы но они были зары они были такие уже знаете типа но они давили мне что-то с ними короче случилось не то вот я с ним попрощалась а я хотела они мне а мне а мне а мне очень сильно лоферы в луи витоне очень сильно понравились там 1200 долларов стоили я такого не говорила да и у моими там где влада роговинка только влада роговинка форт латтердель или другой город а я в майами вот я хотела купить но я не купила потому что типа это криш на самом деле потратите по такие бабки купить лоферы непонятно блять учитывая то как я ношу одежду короче не купила не буду въебываться не купила типа посчитала что-то реально дорого хотя я очень хотела решила себе ремень за 700 баксов купить короче ребят что на самом деле кринж решила решила да не купила это может быть примерно через 10 минут если вы удосужитесь подождать вот а потом я так подумала типа что такие вещи я буду покупать себе когда у меня будут типа лишние бабки поняли какая хуйня а когда я буду уверена типа завтрашнем дне уверена вообще что у меня моей семье все заебись и все хорошо и все классно вот и тогда типа только бабки на такие вещи брендовые а так типа я вообще типа за этим не гонюсь для меня это честно для louis vuitton не стоит тех цен которые у них есть магазине это правда это факт но не стоит есть очень куча молодых брендов хороших брендов старых брендов которые на порядок дешевле и охуяне там на пускай на 500 баксов дешевле ну блядь охуяна же вот я богатый брендов и мид лыки дужекарик я кисни да вот я об этом же и типа louis vuitton мне никогда нравился я говорю мне только лоферы понравился и ремень понравился олечка я привезу тебе сухарики обязательно вот там лера одесела тоже привезти вместе его просила ну короче и этот и чё я хотел сказать ну вот вот так и к брендам отношусь ребят типа вы знаете для других нот я типа другу это даже был не друг это знакомый просто чувак он даже день рождения делай круче и купила ему в армане кошелек у меня сама кошелек из армании он охуенный типа мне тоже подарили вот это нужная вещь хорошие вещи армане не есть супер дорогой магазин но на и качестве это же факт качественный там охуенной кожи это правда вот найка мне не нравится адидас все детство я ходила в адидас и практически все свое детство ходила в адидас постоянно мы с вами ездили в донецк по линии кроссовки в бегу и это охуенно обувь самые классные одежда была а потом они испортились я разлюбил адидас на коня адидас хуйня зара тоже хуйня для меня типа этим дам тоже прикольный магазин там типа я покупала себе шмотки ну как раз там то что я люблю вот есть было над в киеве вот здесь типа его чем даме почти не покупала ничего вот какой еще мой один хороший я считаю уникло обожаю я в последнее время только уникло и покупаю уникло есть в европе я не знаю в украине его нету точно типа знаете ли вы эту фирму или нет но это охуенная фирма и которая скиньте ссылку на донат скиньте ссылку конечно цишуль скинула для чего вот и типа уникло последнее время там покупала вещи себе у меня все рубашки с уникло джинсы с уникло вторые правда у меня а левайся охуенно мой занялась левайся у меня джинсы уникло джинсы и одежда почти вся с уникло а это хуйня а это я не помню по-моему даже не мое я не помню где блять наверно это нахуй я не помню откуда взялась эта футболка а эти шорты у меня с викторией секрет вот и еще одни с викторией секрет но это спальная у меня все спальное с викторией секрет потом блять так глазком не поищем а да кстати насчет уникло короче купила себе пуховик там за 200 баксов чтобы все понимали девочки его дело один раз сука просто бабки на ветер нахуй он хороший он теплый но не для меня вот типа я бы там куртки не покупала я бы покупала там рубашки джинсы термобелье я бы там покупала я люблю термобелье вот но куртки я бы там не покупала а футболки а футболки у меня все футболки свинекло тоже практически все два топика у меня правда с викторией секрет трусы кельвин клейн да и все вот так интересно вам обувь у меня одна из зары вторая господи блять это сникерс это охуенная фирма сникерс скирс да и как они называются сникерс по моему да охуенная фирма очень удобный тому и и и еще одного у меня есть китай а военные кроссовки все нашла заказал ой боже у меня были еще одни из китая охуенно но они порвались обидно я просто не ну не для меня пуховик был вот такая вот хуйня в один раз и дело блять а сейчас я больше свое веще оставила в нью-йорке теплых у друзей сейчас мне надо возвращаться в украину у меня а и чемпион охуенная фирма вот у меня только чемпион футбол это как ее нахуй тишерт не знаю не тишерт а это не пайта блять кофта вот все у меня больше теплых вещей нет и джинсы то я полечу короче в этой хуйне и джинсах вот все остальное футболки это я наверно оставлю здесь другие тоже пооставляю короче я купила чемодан а в чемодан них убрать единственное что у меня папка с документами здесь из америки потому что здесь постоянно все на электронную почту приводили на электронную не на электронную на почту то короче я возьму все документы с собой их очень много и все нахуй больше нечего брать по факту не знаю бутсы я для футбола покупала их тоже здесь оставлю а можете с собой возьму другому кто-то понадобится задавайте следующие вопросы шок и как блять дурала худра заваривают сама с собой я просто пижу обо всем чтобы себя успокаивать вот еще хочу приходить в украину сделать брови выщипать их все хочу сходить к зубному делать чистку зубов и все процедурки еще мне нужно к двое к троим врачам нет третий это не врач это мрт головы это тоже мне очень срочно надо делать это будет первое потом будет другой врач и еще один врач потом мне нужно будет не понимаю что это такое потом мне нужно будет этот как его а ногти хочу все сделать вот я могу здесь у маринки сделать на самом деле а богу и в украине вот потом мне надо будет порешать с этим чехлом с моим 50 баксов эта хуйня стоила если они мне его не заменят я их убью вот конечно что да ногти я просто ногти сделаю типа черными чтобы не захуярили и этот то просто чтобы нормально смотрелись в сторону блять но они не пол космоса ну блять ну я бывает их грызу бывает вот что еще вам рассказать хочу скоро выходить через минуту выходить я не знаю чего из киева но я жила в киеве я не родилась в киеве родилась в другом городе вот куча дел на самом деле ну все всем спасибо за эфир всем спасибо кто присутствовал вы можете присоединиться в наш телеграм-канал я сейчас открою вам чат отойду ненадолго и приду скоро мои родители как раз таки кондитеры но не в профессии мне задали вопрос на кого ты больше походу на маму и на папу ребятами как бы вам так сказать начнем с с того что это мы продолжим потом не выходить с эфира вот вообще можете просмотреть мои видео в тиктоке за кто их такой уволек уволек почему уволек всем спасибо за эфир актива сегодня было больше чем блять обычно это бывает ух посмотрите что на голове ну это пиздец ну вот это нахуй обрезать вы же понимаете что оно будет еще больше чем есть сейчас и это будет ужасно страшно и не будет уже так прикольно выглядеть как выглядит сейчас нет я на вид пускаю волоси крутая прическа вот это вот да тебя не пропускают то я вижу короче а увидели как она меня сразу короче хочу похудеть хотя бы кило на 5 я думаю мне для этого хватит месяца ну если я в развалку буду делать а если буду делать каждый день и правильно питаться то я это сделаю за пол месяца ну вот я не знаю почему твои сообщения не пропускают костыльчик слушайте система оповещения вот для чего вы делаете эту хуйню всем же похуй котики кошачки погналы наверно ребята 100 класс людей конечно все подпишитесь на меня в точно не подписаны приходите ко мне в т.г. да мы идем в т.г. у нас в телеграмме каждый день голосовой чат нет диктофон ты спишь в чате ты же это помнишь правильно я понимаю все все в т.г. а а Минута.